Всем привет! В этом видео хотел бы рассказать, почему, когда вы включаете кондиционер, из него не капает вода. Он работает полчаса, он работает час, он работает несколько часов и вода не капает. Это может быть как большой проблемой, так и просто стечением обстоятельств. Что такое вода, которая капает из кондиционера, из трубки кондиционера, которая вводится, как правило, наружу? Это вода, которая является конденсатом. Конденсат находится у нас внутри на металлических частях кондиционера. На таких вот ребрах, на радиаторах. Там скапливается конденсат. Он стекает в специальный желобок, который уже выводит все это в дренажную трубку, которая выходит на улицу. Так вот, чтобы этот конденсат появился, нужна определенная разница температур между помещением и между улицей. Поэтому, если на улице не сильно большая жара, то, конечно, конденсата у вас не будет. Либо он будет настолько минимальный, что он по пути может даже испаряться. Но это все очень редкая история. В основном он либо капает, либо не капает. Это нормально, если кондиционер не капает. И на это есть причина в виде небольшой разницы по температурам, которые вы выставили на кондиционере и которые на улице. Но, если на улице очень жарко, а в помещении вы выставили там 25 градусов, 24 или еще более низкие температуры, то конденсат будет образовываться по-любому. И если уже тогда не капает вода из кондиционера, то тогда нужно бить тревогу. Потому что она, скорее всего, закапает через время, но уже из внутреннего блока. У меня есть видео на эту тему, что делать, когда капает вода из внутреннего блока. То есть, эта вода там собирается, она скапливается, но она не уходит в дренажную трубку. Естественно, она будет капать здесь внутри у вас в помещении. Это тоже исправимая тема. Об этом можете посмотреть отдельное видео. Там просто засоряется, как правило, дренажное отверстие. Но, в общем-то, не стоит переживать и сразу бить тревогу. Конечно, можно, если вдруг вы в жару, в большой перепад температуры, допустим, на улице 35, вы выставили здесь 25 в помещении и не капает в течение нескольких часов вода, можно разобрать кондиционер, снять. Есть тоже у меня в этом видео про течь из внутреннего блока. Есть видео, как разобрать кондиционер. Снимается очень легко, все просто. Разбирайте и смотрите, есть ли там вообще вода в этом желобке. Если ее там нет или ее очень мало, то просто нечему уходить. И такая у вас особенность по перепадам температуры и так далее. Если воды много и она там накапливается, то вы можете уловить тот момент, когда она начнет уже выливаться из внутреннего блока. И сможете своевременно почистить дренажное отверстие. И тогда все будет хорошо. Всем спасибо за внимание. Хорошего всем настроения. Вопросы в комментариях. Всем пока.